Добрый день, друзья! Как вы думаете, могут ли профессионалы своего дела влиять на ход развития своего государства? В нашей огромной и фантастически богатой природными ресурсами стране 20 век прошел под знаком геологии. Благодаря именно геологам страна в прошлом столетии совершила качественный рывок в своем развитии. Татпаев, Чокин, Есенов – люди этой профессии, их имена известны всем и уже вписаны в нашу историю. В нынешнем году отмечается 90-летний юбилей Шахмардана Есенова – удивительного человека, сочетавшего в себе качество пытливого исследователя и мудрого государственного деятеля, человека, открывшего крупнейшие месторождения нефти, газа и горных руд. Его вклад в развитие нашей страны невозможно переоценить. Мы расскажем вам об этом выдающемся человеке прямо сейчас. Сильные ветры здесь дули каждый день. Они поднимали мелкий горячий песок в воздух, кружили вихрем и быстро опускали песчинки на землю. За это время эти крупинки успевали попасть в глаза маленькому Шахмардану. Он прикрывал свои смородинные глаза пухлыми ладошками и опускал голову вниз. Именно в эти минуты он то ли видел, то ли представлял себе, что находится под землей. Его детские фантазии проникали вглубь сквозь колючки и редкие пустынные растения. И вот откуда-то появилась вода. Потом вдруг она загорелась. А вот из-под земли достают желто-красное железо. Аул в Казалардинской области, где родился Шахмардан Есенов, находился на правой бережье Сырдарьи. Здесь встречались и небольшие возвышенности, и солончаки. Уже школьникам он знал, что на планете нет одинаковых земель. Где-то цвели райские сады, где-то горы возвышались над облаками, а еще где-то пустыни расступались перед караванами. И длинные ноги верблюдов вместе с песком ворошили соль земли. Почему соль? И почему Земля, наша планета, такая разная? Шахмардан тогда и представить себе не мог, что его любознательность приведет к науке и большим открытиям. Воспитанный в интеллигентной семье, где тяга к знаниям и серьезное образование означали смысл жизни, Шахмардан отправился из Казалардинского села в Алма-Ату. 17-летний юноша был уверен, что здесь ему помогут постигнуть тайны земных недр. Пять лет учебы в Казахском горно-металлургическом институте для Шахмардана не были студенческой романтикой. Они стали настоящим трудовым фронтом. Он поглощал книги, впитывал знания и еще исследовал то, о чем не было написано в учебниках. И вот год 49-й. Шахмардан оканчивает институт. Без пяти минут геолог. Перед двустворчатыми дверями аудитории, где принимают госэкзамен, столпотворение. Там не только выпускники. Там преподаватели, ошеломленные от неожиданной новости. Председатель государственной экзаменационной комиссии сам Каныш Сатпаев, человек-легенда, президент Академии наук Казахстана. Это бывает удивительно. Академия наук, академик союзный, президент Академии наук Казахстана пришел к председателям. Для чего? Для того, чтобы послушать ребят, а может, среди них есть такие, которые имеют задатки. И он заметил двух, мне кажется, среди них. Это Шахмардан Есенов и Журамбек Судыков. Он их заметил, и после окончания этого университета рекомендовал Шахмардану поехать работать в Джасказган. Это то место, где он сам работал, вырос, стал крупным ученым. Шахмардан поехал. В Джасказгане выпускник проработал 11 лет. За это время он вырос от полевого геолога до главного инженера. Одновременно он проводил собственные исследования. Ведь вопросов в процессе производства возникало немало. И научных объяснений никто не давал. Так Шахмардан стал ученым. Очень молодым и перспективным. И карьера быстро пошла на взлет. Старший геолог, главный инженер, заместитель министра геологии Казахской ССР, министр геологии, заместитель Совета министров Казахстана, председатель Верховного Совета Республики, президент Академии наук Казахстана. Вот удивляешься, как мог так быстро выдвигаться человек, не имея непосредственной прямой какой-то поддержки. И он этого добился благодаря своему таланту, благодаря своим способностям. Но не все так просто было в его карьере. Друг детства родного брата Шахмардана, ставший его единомышленником в непростые советские времена, вспоминает, как министр Есенов отвоевывал полуостров Мангышлак. Тогда, чтобы доказать целесообразность геологоразведки, нужно было убедить Госплан Советского Союза. Это был орган, без которого не только не разрабатывалось ни одно месторождение, но и не строились даже легкие беседки в детских садах. И вот на свой страх и риск Шахмардан Есенов, будучи министром геологии, начал разведывать недра западного полуострова в обход Госплана. И вдруг завел фонтан. Никогда так не было. Фонтан с такой высотой. И открылось место рождения. На весь Союз в газетах афишировали, что это выдающееся открытие, которого никто не ожидал. Я вот думаю, а что было бы, если не нашли бы, нефти не оказалось. Я не знаю, чем бы это грозило для Шахмардана. Шахмардану Есенову при неудачном исходе эта инициатива могла бы стоить и жизни. И он понимал это. К счастью, нефть пошла. И Шахмардан Есенов стал лауреатом Ленинской премии. В советское время она ставилась выше Нобелевской, потому что это было настоящим патриотизмом, говорит 92-летний ученый Аксакал Дусмухамед Кшибеков. Многогранной личностью был и практик, и теоретик. Был предан науке и своей профессии. Предан родной земле, народу. Ну, по мне, так, просто такая совершенно выдающаяся личность. Роман, как вы считаете? Ну, однозначно. Дело даже не в том, как я считаю, а как есть на самом деле. И по воспоминаниям современников, многие из которых, слава богу, живы еще, мы можем знать о тех великих делах, которые делал Есенов. В нашей студии человек весьма популярный среди читателей, радиослушателей, телезрителей. В его списке героев десятки, сотни интересных людей. Он преподносит их в своих материалах так, что хочется познакомиться с ними. И пишет он так, что зачитываешься в захлеб. Известный казахстанский журналист Роман Райфель сегодня в нашей студии. Здравствуйте, Роман. Добрый день. Очень рада, что вы сегодня у нас. И теперь вы представляете научно-образовательный фонд Шахмардана Есенова. Когда, как, для чего был создан этот фонд? Ну, все очень просто. Как только что посмотрели, было, что продолжать. Фильм даже о нем снят, и мы назвали «Экспедиция длиной в жизнь». Хотелось бы, чтобы эта жизнь продолжалась, и экспедиция его тоже. Поэтому в 13-м году его потомки, родственники решили создать научно-образовательный фонд, чтобы вкладывать в науку, в развитие интеллектуального потенциала Казахстана. И им это удалось, я так считаю, все-таки. Вот какова основная миссия фонда? Вот это и есть как раз основная миссия. То есть мы развиваем интеллектуальный потенциал нашей страны, Казахстана. То есть через поддержку молодых ученых, студентов, молодых людей, которые обладают пытливым умом и стремятся к чему-то большему, особенно в области науки. Вот эти программы, они делятся как-то? Или это одна большая программа, которую вы реализовываете? Программ очень много, и они все такие точечные. То есть мы не стремимся охватить миллионы. Мы выбираем самых умных, самых продвинутых, самых многообещающих для страны, для себя, молодых ученых, скажем так, людей. И программ у нас таких несколько. Я могу назвать определенные. Допустим, самая популярная программа – это научные стажировки в лучших лабораториях мира. Это программа стажировки в Великобритании, которая у нас с этого года началась. Уже не первый год идет программа стажировок в IT-стартапах Кремниевой долины. Там же мы проводили обучение девелоперов, то есть разработчиков в веб-приложении. То есть вот таким вот образом стипендиальная программа, которая уже на ребят во всех технических вузах Казахстана рассчитана, и она им солидной прибавкой к стипендию является. Вы сказали, что самых умных, самых талантливых. Как происходит отбор? Как вы узнаете, что такие ребята есть? Ну, кто пришел, просто сказал, я самый умный. А, да, ну все. Нет, на самом деле все очень сложно. Сложно достаточно. То есть если говорить о научных стажировках, то там несколько этапов выбора этих ребят. Сначала, конечно же, документы, их так называемый GPA, по-моему, это сейчас называется. Ну, то есть оценки, грубо говоря, академическая успеваемость, их эссе обязательно, что и как они пишут. И тут же проверяется там на английском языке человек, соответственно, уровень и все прочее. То есть первая стадия – это проверка всех его знаний и насколько он соответствует действительно тому, как он себя позиционирует. Затем уже идут психологические тесты, конкурсы, групповая работа. То есть приглашают уже финалистов, тех, кто прошел первый этап. И из них выбирают 10 самых лучших, которые отправляются затем в разные точки мира, чтобы работать там. Вы помогаете нашей молодежи получить образование за рубежом. Как происходят эти контакты? Как вы вышли на тех, кто хотел бы принять наших ребят там? Ну, здесь тоже вот очень интересный момент. То есть, например, в программе научных стажировок там ребята уже должны начинать сами искать контакты с теми вузами. И там, как правило, бывает, что они настолько хороши, наших казахстанцев, слава богу, очень хорошо принимают, потому что уже слава по всему миру идет. И бывает порядка 4-5 профессоров, соответственно, лабораторий и вузов, которые готовы их принять. И там они уже смотрят, выбирают. Во-первых, смотрят, чтобы тема той работы в лаборатории соответствовала их теме. В университете ведь они учатся. В основном это второй, третий курс университета. И, соответственно, смотрят, где наилучшие условия, где ближе к их теме, к тому, что им хотелось бы получить, какие знания. Вот и таким образом и в итоге остается одна лаборатория, один профессор, который, собственно, в итоге их и приглашает. Могут ли на такое обучение рассчитывать ребята, которые закончили совершенно обычную общеобразовательную школу, обычный университет? Вообще никаких проблем, потому что здесь важно то, какими знаниями ты обладаешь и чему ты стремишься. Потому что в одной программе важно, чтобы ты делал приложение уже, чтобы у тебя было там, было портфолио прямо вот этих приложений. А в другой программе важно, чтобы ты имел какие-то научные работы, пусть даже простенькие, может быть. Это не научное открытие на уровне Нобелевской премии, но тем не менее. Замечательно. Вот как сейчас я хочу пригласить в студию молодого человека, которому вы помогли за стажировкой. Это Серик Жумагазы. Проходите, пожалуйста, к нам, Серик. Ну и, конечно, рассказывайте свою историю, как вы обратились в фонд, как там с вами разговаривали. Не обижали. Да, не обижали. Ну, было вообще очень хорошо, приняли вот очень тепло. Сначала первый тур, как говорил Роман. Всегда мы собирали вот документы, вот транскрипты, эссе, наши работы научные. Мы все это высылаем в фонд и примерно, наверное, там недельку-две-три ждем уже, потому что заявок было очень много. И после потом люди, то есть фонд потом выбирает самых лучших и дальше уже идет второй тур. И на втором туре уже работа идет как более очная, когда мы уже там работаем с другими людьми, с другими студентами. Мы, конечно, соревнуемся, но в той же мере самое главное – это мотивация студента, насколько он хочет заниматься наукой, насколько он хочет продвигать свою страну. Достаточно молодые ведь люди, да, только входящие во взрослую жизнь, но у них столько способностей, столько желания и, мне кажется, столько знаний. В какой сфере вы получали образование? Я работал именно по стажировкам, я работал в области синтетической и органической химии. Я был в Англии в университете БАД, это вот примерно полтора часа езды от Лондона. Вот чем конкретно помог вам фонд в получении этого образования? А самое первое – это, конечно, финансовая поддержка, потому что, конечно, сама страна Англии, она очень дорогая страна. И вот, соответственно, фонд покрыл все расходы – перелет, проживание, абсолютно все, даже визовый сбор. Вот, этими помог и второе, и очень тоже важный момент – контакты. Потому что очень много талантливых студентов, моих ровесников, да вот я смотрю на них, и я понимаю то, что я могу многому у них научиться. А, Рома, а вот про лабораторию, я не знаю, почему вы стесняетесь рассказать про лабораторию, чем вы там занимались, какой там уровень, что там было? Да, ну, Англия, да, конечно, Европа, центр Европы – очень развитая страна, потому что лаборатории оснащены буквально по последнему слову техники. И даже там финансирование очень хорошее, даже если ты хочешь какой-то там реагент для какого-то синтеза заказать, без проблем, да, профессор говорит, бери сколько хочешь, там, и так далее, да. То есть никаких проблем не было, все вот… оснащено очень хорошо лаборатория, то есть все есть, прям идеальные условия для работы. То есть если они верят, что есть желание учиться, да, какие-то получают новые знания, то для этого абсолютно все условия создаются. Да, я говорю, казахстанских студентов там очень хорошо принимают, в частности в Великобритании тоже. Это очень меня радует. Как изменилась ваша жизнь? Вы сейчас чем будете заниматься? Продолжите ли вы образование или уже сможете какие-то применять свои навыки здесь, в стране? А, ну, применять навыки в стране еще я не готов, потому что мне нужно еще развиваться, учиться. Но в ближайшие планы идут, скорее всего, магистратура или PHD степень уже это. После как PHD получаем степень доктора. Можно потом вот приехать назад домой и вот развивать науку здесь. То есть Сергей хочет стать ученым, и потом как бы, вот я так понимаю, да, и учиться, учиться и учиться, короче. Замечательно. Ром, ну вот мы немножко поговорили об этой программе. Какие еще есть программы? Чем еще фонд помогает людям? Вообще, скольким людям вы помогли? Есть какая-то статистика? Ну, есть статистика. Она у нас не самоцель. Ну, вот последний раз мы еще летом считали, то есть это еще без научных стажировок этого года, там было уже 4,5 тысячи человек. Но это не значит, что это 4,5 тысячи людей, которых мы отправили. Не забывайте, у нас же есть и волонтерские проекты, например, о которых еще, я думаю, вы затронете речь. Например, мы елку желаний проводим, вручаем детям подарки, которые вот в прошлом году это были дети с онкологией. Понимаете? То есть вот как это измерить? Ну, никак такие вещи не измеришь. Поэтому вот как бы так, мы поддерживаем также еще и шахматы, спонсируем очень многие мероприятия шахматной федерации, турниры очень крупные. Без этого точно многие бы не состояли. Сейчас вот прям идут турниры в Алматы. Одним словом, вы помогаете молодым казахстанцам стать востребованными, конкурентоспособными. То есть можно сказать, что фонд Шахмардана Исинова – это своего рода волонтер, вот то, о чем вы говорили. Но в то же время мне хотелось бы пожелать, чтобы ваша работа, она действительно стала для таких ребят, как Серик, хорошим таким стартом в жизни. И чтобы мы потом вот эти вот все результаты увидели действительно здесь, внутри страны. Хотелось бы, да, Серик, это кого больше. Уж пожалуйста. Роман, Серик, я благодарю вас за этот разговор. Я думаю, что еще очень много тем, о которых мы можем разговаривать и в следующей нашей программе. Но на сегодня наша беседа на этом завершена. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо. Ну, а я продолжу нашу программу. Я хочу продолжить тему волонтерства. И сначала предлагаю посмотреть ролик о том, что это такое. Внимание на экран. Прообразы волонтерства появились еще в древности. Это была безвозмездная помощь ближнему. В Греции врачи-путешественники лечили бедных, на Руси проявляли милосердие к сирым и убогим, в древних культурах Востока тоже существовали традиции оказания помощи старым и больным людям. Потом наступило время волонтеров. Это слово в переводе с латинского означало «доброволец» или «желающий». Так называли во Франции в 18 веке тех, кто добровольно записывался в ряды защитников Родины. Это явление потом распространилось почти на всю Европу. В современном понимании волонтерство – это гуманитарное движение. Миллионы людей по всему миру добровольно помогают тем, кто нуждается в этом, и бескорыстно трудятся на пользу общества. Вот теперь я хочу представить нашего следующего гостя, лидера волонтерского движения Азиза Хаждимбека. Здравствуйте, Азиз. Здравствуйте. Ну вот в прежние времена волонтерами называли людей, которые добровольно записывались в армию. В современном понимании что означает вот это понятие волонтер? Ну, очень радует, наверное, сейчас, что значение этого слова немного поменялось, потому что на данном этапе развития нашей страны и в целом в мире мы понимаем, что волонтер в первую очередь – это доброволец. То есть человек, который пытается, во-первых, имеет активную гражданскую позицию свою, потом пытается сделать что-нибудь, мы говорим это «добро», да, называем, но под «добро» может пониматься абсолютно все. То есть просто как помочь бабушке перейти дорогу, заканчивая организации таких больших общественных фондов, которые занимаются именно обучением, к примеру. Поэтому смысл, наверное, сейчас волонтерства, он очень широкий, значение слова, и в первую очередь это люди, которые пытаются изменить мир к лучшему. Да, действительно. А вот если быть более конкретным, какие направления волонтерской деятельности характерны именно для Казахстана? В каких сферах потребность волонтеров особенно сильна? Ну, если честно, вот я стал волонтером с 2013 года, когда я осознал у себя, наверное, что нужно оставить какой-нибудь след, не только когда ты участвуешь в проектах, да, а, во-первых, себя развивать и оставить после себя определенный задаток. И к 2013 году, наверное, понимание волонтерства, к сожалению, у нас в Казахстане не было так обширно развито, как сейчас. То есть волонтерство ограничивалось субботниками, ограничивалось походами вот к ветеранам или там уборкой домов, да. К сожалению, когда ты говорил «я волонтер», у всех понимание было такое. Но сейчас, в 2017 году, я могу сказать уверенно, что когда ты говоришь, что «я волонтер», это могут понимать, есть основных пять направлений. Например, у нас есть общественный фонд «Лига волонтеров», руководителем которого я являюсь. У нас есть основных пять направлений развития волонтерства, и эти направления выбраны нами не просто так, а именно в связи с тем, что на них был самый большой интерес со стороны самих ребят. То есть первое направление – это, конечно, образовательное направление. Второе направление – это социальное направление, то есть походы в детские дома, к ветеранам, элементарно между собой с волонтерами, да, вот социальное развитие. Третье направление у нас идет экологическое, то есть в первую очередь наш город, наша страна, в которой мы живем, мы пытаемся ее очистить, устраиваем различные субботники, экологические патрули. Четвертое направление – это непосредственно идеологическое направление, то есть развитие волонтера, значение слова «волонтер», то есть разъяснительные направления. И пятое направление – это спортивные мероприятия, то есть в 2017 году, мы все знаем, у нас в Алматы прошло самое большое, наверное, важное для нас спортивное событие – это универсиада 2017, которое стало, наверное, не наверное, можно сказать точно, что таким глобальным толчком для развития волонтерского движения в целом. И благодаря Экспо-2017, которая прошла в Астане, я могу сказать сейчас, что наше волонтерское движение и вообще волонтерство в целом обосновалось как фундамент, и сейчас говорить «я волонтер» – это уже гордо. Абсолютно. А кто может стать волонтером? Вот есть какие-то возрастные ограничения? Этот вопрос часто задается, но, если честно, значение слова «волонтер» уже, наверное, говорит о том, что возрастных ограничений быть не может, потому что помогать может и пятилетний ребенок, бабушке, дедушке, ребятам во дворе, помогать может и дедушке, и бабушке. То есть сейчас, например, у нас в общественном фонде «Лига волонтеров» зарегистрировано более 13 тысяч волонтеров, среди которых очень радует возрастной градиент. То есть среди них есть у нас, мы их называем «серебряные волонтеры». То есть на университете, к примеру, был дедушка, которому было 77 лет. Сейчас у нас активно вот стала уже координатором, есть «серебряный волонтер», ей 51. И, если честно, порой она дает энергетику намного больше и сильнее, чем «молодежь». Но, конечно, основной пул, более 70% – это ребята-студенты, то есть от 18 до 24 лет, до 22. Но есть и школьники, то есть около 15-10% – это школьники. Возрастных ограничений нет никаких, если есть желание. Скажите, пожалуйста, Азиза, а вы сотрудничаете с государственными органами? Как координируется работа с ними? Конечно, когда твоя организация становится более чем в 5000 человек, уже интерес со стороны государственных организаций увеличивается. Но, если честно, я очень рад, что у нас действительно Акимат города Алматы, с которым мы сотрудничаем, не на словах, а на деле открыт. Во-первых, очень сильным толчком в 2015 году для развития волонтерского движения стало направлением, то есть в послании президента было отмечено, что нужно развивать волонтерский корпус в городах-регионах. И мы создали в 2016 году волонтерский корпус города Алматы, в который могли объединиться абсолютно… Сейчас существует, к примеру, более 70 волонтерских отдельных организаций, которые частично делают, но когда мы все объединяемся, дает, конечно, это колоссальный эффект. А вот вы лично в каких проектах принимали участие, которые, может быть, особенно вам запомнились масштабностью, а может быть, каким-то качеством выполненной работы в тот момент? У меня с детства была такая склонность к заботе. У меня никогда не было… Ну, я единственный ребенок в семье, и мне всегда было интересно… Хотелось о ком-то заботиться. Да, о ком-то заботиться, когда есть младшие братья, сестренки. И впервые, когда я пришел на этот проект, это были дети. Я о них заботился, и когда я получил от них отдачу и видел их взгляды, я понял, что волонтерство – это то, что мне нужно. Но если среди проектов, конечно, когда ты делаешь международный проект, сам организовываешь, запоминается в первую очередь, остается на сердце, да? То есть мы всегда стремились, уже с 2013-го, мы стремились вот с друзьями создать, зарегистрировать организацию, именно развить волонтерское движение. И вначале, конечно, было трудно морально, когда все говорили, зачем тебе это нужно, лучше бы пошел, там, поработал, заработал бы хотя бы денег. Но сейчас, оглядываясь назад, я с гордостью говорю, что я волонтер. Все-таки мир держится на добрых людях. Помогая другим осознанно и регулярно, они получают взамен многое. Растут как личность, становятся счастливее, их жизнь наполняется новым смыслом. В этом я убедилась, побеседовала с нашими гостями. Это Азиз, я вам искренне желаю успехов. Ну, а я продолжаю программу. Пришло время заглянуть на нашу страницу «Сакральный Казахстан» в Фейсбуке. Индира Хужаева из Караганды рассказывает об интересном каменном сооружении – мавзолее Домбаул. Он находится в Улутаусском районе Карагандинской области. Ученые считают, что мавзолей был построен еще в доисламский период. Я представляю, сколько легенд, мифов с тех пор было сложено. Давайте прочитаем рассказ Индиры. Этот каменный мавзолей в верхушке похож на конус, а в нижней части – на квадрат. Внутри напоминает трапецию. Чтобы попасть туда, нужно подняться по пяти крупным ступенькам, так как вход приподнят от земли на два метра. Сооружение высокое – больше пяти метров. Говорят, что мавзолей здесь стоял еще во времена гунов. По другой версии, Домбаул был придворным музыкантом самого Чингисхана. Я побывала здесь с группой туристов. Когда мы подъехали, уже садилось солнце. И мавзолей начал принимать причудливые формы. Ребристые камни смотрелись более остро и напоминали колючего ежа. В общем, было что-то в нем необычное, загадочное. Я прикоснулась к стенам, хотя знала, что они были отреставрированы. Какое-то тепло шло от этих камней. Закрыла глаза и попыталась представить себе Домбаула. Никак не получалось. И ветер гудел, и туристы шумели, а ночью мне приснился обос. Сначала услышала только музыку. Немного скрипучую. Потом звуки стали чище. И вдруг отчетливо нарисовался хобос. Древний очень. На нем никто не играл, но он раскачивался слегка, и смычок сам по нему плавно ходил. Сон не напугал меня. Проснувшись, я подумала, что Домбаула, наверное, был кабызистом. Кстати, после этого я перестала переживать по пустякам. Дети послушнее стали. А тем, кто когда-то желал мне зла, стало вдруг не до меня. Вот так. Загадок в Центральном Казахстане много, и археологи пытаются найти ответы. Из года в год целенаправленно они идут по следам памятников, курганов. Словом, приоткрывают завесу в прошлое. Предлагаю сейчас вам тоже заглянуть туда, и так смотрим топ-5 сакральных мест Карагандинской области. Островок памяти и надежды – это музей горно-плавильного дела в поселке Жезды. Здесь собраны тысячи образцов горных пород. По этим экспонатам можно определить, насколько богат этот край. Мавзолей Агыбай-Батыра – это один из руководителей народно-освободительного восстания 19 века против колониальной политики царской России, которая проходила под руководством хана Кенесары. Горы Улытау – эти горы не только кладезь полезных ископаемых, которые давали нашим древним предкам металл для изготовления оружия. Это место обладает еще и целебными и очищающими свойствами. Бухар-Жерау – известно, что Бухар-Жерау участвовал в составлении законов Тауке-хана Жетэ-Жарга. Это свод законов, регулирующих порядок отношений в семье. Месторождение Алтын-Тобе – это одно из уникальных месторождений камня Аширита-диоптаза. Он отличается чистотой и глубиной цвета. Его невозможно отличить от изумруда. Этот минерал представляет большую ценность для коллекционеров. Завершая программу, хочу напомнить слова президента Кеннеди. Не спрашивай, что страна может сделать для тебя. Спрашивай, что ты можешь сделать для страны. Поверьте, усилия, направленные на благо общества, обычно возвращаются старицей к тем, кто их прилагает. И в пример всем – заслуги Шахмардана Есенова или усилия Азиза Кажденбека. Желаю вам всем удачи, всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин